Девушки отдыхают Я знаю, что в нашей стране огромное количество умных, светлых, думающих людей, которым есть что сказать на самые разные темы от мировой политики до тем, касающихся души и сокровенной. К сожалению, у нас всегда была проблема со средствами массовой информации. Я уже лет 20 пытаюсь организовать какую-то такую образовательную рубрику для молодых родителей, чтобы им давать те знания, которые необходимы для профилактики зависимого поведения. В самом широком смысле этого слова, ведь не только наркомания, не только алкоголизм, табакокурение, это игромания, это экстремизм, это терроризм. То есть, это вот выход на очень многие проблемы сегодняшнего мира. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Ра, истинные, ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простокишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациями. Я напомню, что мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня тема нашей передачи – это волонтерская деятельность, тема, которую мы затрагиваем неоднократно ежегодно. И я представлю экспертов нашей сегодняшней передачи. Руководитель Московского регионального отделения Всероссийского движения волонтеров-медиков Дарья Александровна Белимова. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мой помощник с ведущей программы Иван Простокишин, специальный корреспондент радио «Радонеж» и член молодежного совета при Департаменте здравоохранения города Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у Ивана сегодня, можно сказать, дебют в эфире, но я хочу сказать, что действительно это хороший помощник. Все видеоверсии, которые существуют нашего проекта, а их около 200, практически все он монтировал лично сам. Также это выездные эфиры нашей программы, когда мы не в студии проводим передачу. Это тоже оказывает помощь Иван. И в то же время еще и интервью у различных экспертов, которые мы включаем потом в нашу передачу. Так что сегодня, как я уже сказал, мы поговорим о волонтерской деятельности. У нас, можно сказать, совсем недавно, хотя время бежит быстро, был в России год, объявленный год волонтеров в России. И тогда такое прям большое движение было, подготавливали специалистов, которые могли оказать помощь при проведении больших массовых спортивных мероприятий. Это была и Олимпиада, потом вот этот чемпионат мира по футболу в Мундиале. В том году волонтерство стало именно модным. Модным, да. Но о волонтерстве мы задолго до этого, я напомню нашим радиослушателям, мы уже лет пять об этом говорим. И все время приглашаем интереснейших людей. То есть у нас волонтерское движение, оно не стартовало накануне там Сочинской Олимпиады. То есть у нас давно-давно в России много молодых людей с активной гражданской позиции, которые хотят вот себя проявить. И мы различные направления освещали. Вот и проведение волонтерами, вот как раз я уже говорил, вот больших массовых спортивных мероприятий. Это помощь бездомным, это помощь в больницах там. Но сегодня поговорим вот о такой специфической, наверное, направленности волонтеры-медики. Кто они такие, вот когда они появились, какие цели и задачи перед ними стоят. Потому что главная заповедь человека, который хочет помочь другому человеку, не навреди. А так как тут есть слово медики, значит тут есть отношение какое-то к медицине, да. Вот поэтому даря вам слово. Согласна, что в любом направлении волонтерства очень важно понимать ответственность. Если ты готов помогать, то значит ты оказываешь помощь кому-то, а иногда и самому себе. Но здесь все равно важно быть ответственным за себя и за другого, кто рядом. Вот мы сегодня уже, да, озвучили про 2018 год, год добровольца. Я бы сказала, что это был год информационного шума и в позитивном ключе, и в таком достаточно тяжелом для волонтерских организаций. Потому что мы столкнулись с большим интересом к нам, но не все проекты, которые появлялись, были как раз вот с позиции не навредить. Если 2018 год, он просто привлек внимание скорее к волонтерским организациям, что они существуют, что это действительно модно и в тренде. Что, наверное, вот для молодежи быть волонтером, это как раз, ну, например, поехать на крупные события, да, стать волонтером событийного мероприятия, попасть на тот же чемпионат мира, да, потому что ты любишь футбол, но при этом попасть именно вот посредством того, что, например, ты там встречаешь гостей мероприятия, да. Но в любом случае, так или иначе, любое мероприятие – это обучение. И даже в событийном волонтерстве вроде бы кому-то можешь навредить. Но в первую очередь это пройти обучение, подготовку и стать волонтером, потому что ты, ну, если так можно сказать, лицо этого мероприятия. И, наверное, роль каждого человека, кто организовывал это мероприятие, это в том числе и успех этого мероприятия. Но вот 2020 год – это год такой практический. То есть многие люди, причем очень разные, почувствовали, что они близки друг к другу. И близки именно посредством того, что они могут друг другу помочь. И вот, наверное, потому что это было прочувствовано во многом. То есть каждый внутри ощущал, что он может быть на месте того, кому понадобится помощь волонтера. Поскольку, да, есть медицинские работники, да, есть социальные работники. Но все мы проживали, да, пандемию, и все были, ну, в таком определенном стрессе. И стресс – это не значит плохо, но это волнительно, это тревожно. И не все могли с этим справляться. И для кого-то вот мысль, с одной стороны, мотивация, а я могу сейчас стать волонтером и, например, не быть на самоизоляции, потому что я могу кому-то помогать. Это, наверное, тоже такой страх быть в четырех стенах, потому что привык быть активным. И, в принципе, вот из такой мотивации люди становились волонтерами. Но я скорее про то, что для многих впервые стало это важным. И впервые они задумались о том, что они могут быть кому-то полезны, потому что, опять же, сами могут быть в такой ситуации. А кто-то становился волонтером, будучи человеком, кому волонтер помог. И он понимал значимость этой помощи. То есть вот здесь очень такой интересный такой плюс пандемии, потому что обычно говорят про минусы. Вот здесь хочется сказать про хорошее и доброе. И все-таки в кризисной ситуации это факт, что люди объединяются. И, наверное, не хочется, конечно, чтобы объединение было в таком формате. Лучше, чтобы люди объединялись все-таки благодаря чему-то такому хорошему, да, с каком-то сплочением. Но все же пандемия – это пример сильнейшего объединения, той взаимопомощи, которую мы наблюдали в течение всего этого года. И вот как раз практический год волонтерства – это 2020-й. Под каким бы он ни шел другим названием, год коронавируса и так далее. Вот для нас это год объединения. И во многом волонтерство, наверное, стало такой, ну, движущей силой, которая сейчас людей и объединяла, и успокаивала, и настроение поднимала. И друзей очень многие для себя из разных сфер и партнеров нашли. То есть есть примеры таких вот очень приятных связей, которые, наверное, ну, в обычной нашей жизни вне пандемии, возможно, для многих бы и не были открыты. И сейчас, наверное, самое такое вот главное для нас, для волонтерских организаций – это сохранить и приумножить. Потому что, ну, настолько много новых лиц разных профессий и возрастов в волонтерском движении сейчас страны, что вот очень ценно с этими людьми продолжать работать. И, наверное, это вот такое самое большое счастье для нас, как для волонтерских организаций – быть сейчас с ними знакомыми. И ведь они же тоже друг другу рассказывают в семьях, в компаниях, в своих компаниях, в трудовых коллективах. То есть это очень здорово, это как сарафанное радио. И, наверное, это даже будет громче, чем год добровольца в 2018 году в плане информационного шума. Свообразный вирус. Такой вот позитивный. Нет худа без добра, как говорится. Ну, Даш, мы с тобой достаточно давно знакомы уже. Ну, вот для радиослушателей, что человек должен в первую очередь знать про волонтеров-медиков именно вот непосредственно? Наверное, стоит здесь объяснить немножечко терминологию. То есть наша организация называется «Волонтеры-медики», но мне приятнее, кажется, что это понятнее для обычных людей, не связанных с медициной, все-таки медицинский волонтер. Медицинским волонтером может стать каждый. Вот волонтер-медик – это все-таки волонтер из сферы здравоохранения, получающий образование или уже получивший. То есть это специалист или будущий специалист. Медицинский волонтер – это каждый человек, который готов помогать здравоохранению, который, естественно, если он готов, значит, наверное, он неравнодушен. Наверное, он заинтересован в вопросах здравоохранения, возможно, заинтересован профессионально, но не связан профессионально. Возможно, именно неравнодушен, потому что был связан с медициной, например, сам был пациентом. Да, и вот очень как раз пример волонтеров Склифа первых – это, в принципе, просто благодарные люди, которые возвращались в Институт скорой помощи имени Склифосовского и помогали. Да, мы появились абсолютно из маленького, еще не проекта, а идеи. Идея маленькая, но оказалась очень большая и важная. И, наверное, любые, вот мне кажется, проекты – это в первую очередь идея, но идея, доведенная до, во-первых, такого, ну, все-таки коллективного понимания, зачем эта идея нужна. На тот момент институту, а сейчас всем больницам города, да, если говорить про Москву, потому что идея очень простая. Врачи, медицинские сестры, да, и коллектив больницы, все-таки у них много своих профессиональных задач. Но если кто-то когда-то хоть раз был в медицинском учреждении, даже если не как пациента, а как родственник, мы понимаем, что всегда хочется немного больше внимания, ухода, заботы. И все-таки это атмосфера. Атмосфера, да, отчасти это командами от учреждения, но во многом это те люди, которые все-таки могут прийти с этим настроением, да. И как раз это просто люди. Другой вопрос, что просто люди, это чужие люди, поэтому медицинским волонтерам невозможно быть просто как вот спонтанный человек со стороны с улицы. Это подготовленный человек. И даже если это прийти почитать книжку пациенту, все равно это медицинские документы, все равно это понимание, что пациент может быть с разным характером. Он может быть тяжелый, да, он может, например, не слышать себя визуально, да, но слышать себя внутренне. И для этого нужна подготовка именно волонтеров в конкретное медицинское учреждение. Поэтому, когда мы говорим про медицинских волонтеров, в первую очередь это люди, понимающие, что они хотят, да, из разных соображений. Второе, это люди, которые готовы пройти подготовку медицинского волонтера, что в нее входит, это сбор документов, это несколько встреч подготовительных, где со стороны больницы выступают, да, представители, объясняя специфику отделения, например, да, объясняя потребность, какая нужна в данный момент больница. Это вот сейчас особенно важно в пандемию, то есть очень разный нужен функционал помощи. Ну и третье, это все-таки готовность планово помогать, то есть не раз в год, а все-таки должна быть какая-то ответственность за свой приход. Неважно, в детский дом, в больницу, да, то есть волонтер все-таки это ответственность. Если это не плановая работа, наверное, все-таки это не медицинское учреждение, это какое-то другое направление помощи в медицинском волонтерстве. Я чуть позже об этом расскажу. Но все-таки вот, на мой взгляд, это не больница, потому что здесь должна быть какая-то плановость времени. Ну, например, там, раз в субботу, там, последняя суббота месяца, ну, каждого месяца, да. То есть поскольку подготовка занимает, ну, достаточно много времени, то есть это ответственный подход. Если студент-медик, например, готов к этому, то, ну, не каждый человек без медицинского образования готов к этому, потому что просто, ну, специфика профессии медицины, она, ну, всегда требует плановости, подготовки. То есть это, ну, так скажем, в специфике профессии. Сколько люди учатся на медиках в целом? Ну, около 10 лет, так, в среднем. Ну, а приходят к вам в основном студенты, но ты говорила то, что необязательно в медицине надо быть. То есть человек может со стороны прийти, главное, хотеть, но... Не, но он тогда не будет волонтером медикам. Да, что он сможет сделать? Он будет волонтер в медицине тогда, получается, да? Наверное, стоит вот немножечко здесь рассказать нашу историю. Мы, когда появились в 2014 году из маленького проекта «Волонтеры с Клифа», это была инициатива на тот момент студентов-медиков. То есть это ребята, которые предложили помощь институту, почему институт очень так душевно откликнулся, не побоявшись, что на тот момент не было юридической базы. То есть они ее прописали, да? Это как раз речь о том, что волонтер человек все-таки со стороны. Это не студент-медик, закрепленный за университетом, который пришел через практику в больницу, да? То есть это все-таки, ну, такие нестандартные условия помощи. И вот институт, наверное, ну, во многом просто внутри многие сами волонтеры, поэтому в душе, понимая, что они готовы и с юридическими вопросами помочь. И студенты-медики, самое главное, что нужны, потому что это дополнительные руки, это как раз не только внимание, но и помощь как раз медицинским работникам, потому что многие, например, сертифицированные медбратья и медсестры, и они приходят, предлагая помощь, они приходят устраиваться на работу. Ну, тут вообще очень специфика такой, тяжелое направление, потому что одно дело там шарики раздавать, листовки или какие-то там фонарики, да? А другое дело ты общаешься с человеком, и если ты допустил какую-то ошибку, какой-то промах, а тебе надо для этого подготовить, то неизвестно, как больной человек, потому что ты же фактически общаешься не со здоровым человеком, а человек, который, у него какие-то недомогания там, они разные бывают, недомогания. Раз. Второе еще, на что обратить внимание, есть такое понятие врачебная тайна, то есть хочешь, не хочешь, а волонтер в разговоре начинает что-то узнавать, и поэтому с юридической точки зрения, то есть должна быть такая серьезная, многоплановая подготовка специалиста. Поэтому в 2014 году, и несмотря на то, что было понимание, что это нужно, не было тогда еще никакой нормативно-правовой базы, чтобы это официально оформить, и поэтому многие главные врачи, естественно, на предложение бы такие, ответили, что да, это нужно, но вот у нас сейчас нет времени официально думать, как это оформить, да, Департамент здравоохранения города Москвы здесь такую установку нам не давал, поэтому, ребят, давайте пока вот без ваших таких светлых инициатив, идите учитесь в университет. И это, в принципе, нормально было бы, но вот институт, да, скорой помощи Министерства и Фасовского, они внутри волонтеры, поэтому, да, и тогда из понимания, что это нужно, в первую очередь нам эта помощь нужна, поэтому мы будем думать, каким образом это оформлять. И вот с 2014 года начались там, понятно, и круглые столы, и всякие рабочие совещания на тему, каким образом оформлять волонтеров, как раз вот, какую ответственность кто несет, волонтерская организация, больница, сам волонтер, да, что он может, что не может. И уже, да, за несколько лет появился регламент помощи, то есть понятно, что студенты-медики начальных курсов, это больше, там, уход за пациентом, студенты-медики пятых-шестых курсов, логично, что они могут помогать медбратьям, медсестрам, да, потому что у них у многих даже есть сертификаты на эту деятельность трудовую, они могут вообще трудоустраиваться, но вот здесь вот как раз такой феномен, они же идут волонтерами, очень много шестикурсников, и сейчас именно волонтеры в медицинских учреждениях. Это как раз вопрос наставничества, потому что не всегда через работу можно получить тот опыт и навыки, которые получаешь в формате все-таки дружбы с коллективом. И многие, приходя в больницу, все-таки становятся частью коллектива не как сотрудники, а как помощники, им чуть больше доверяют, им действительно хотят помочь и рассказать, потому что, ну, эти ребята приходят вот просто так, быть рядом, да, и во многом они делают то, что не делали бы сотрудники по трудовому договору, потому что это иногда и убрать, и цветы полить, и просто посидеть, подождать, что-то принести, но в этом и есть вот такой вот студенческий, как раз очень важный, важная преемственность между старшими поколениями и студентами. И, наверное, вот Склифа, это единственное учреждение сейчас в Москве, на мой взгляд, где есть вот, так скажем, непрерывное медицинское волонтерство. То есть туда приходят школьники, приходят официально, приходят с разрешения родителей. То есть это я сейчас к тому, что все эти документы за 6 лет опыта накоплены и прописаны, и рекомендованы уже сегодня, можно говорить, департаментом здравоохранения. Но возвращаясь в 2014 год, это было абсолютно новой практикой. Это была абсолютная такая волонтерская инициатива, опять же, медицинского учреждения совместно с нами. То есть это тоже волонтерство, только немножечко в другом фокусе, да, потому что им это было важно. Они понимали, что через 6 лет у них, если все прописать юридически, будут дети, то есть это выпускники школ, которые, поступая в университет, становятся волонтерами-медиками, но уже студентами. Конечно, чуть больше им доверяют, конечно, они уже более опытные. Далее, на 6 курсе они принимают решение, конечно, поступать в ординатуру этого института, например, ну, потому что они уже привыкли, они влюблены в это учреждение. Уже столько опыта, знаний и просто такого вот душевного, да, понимания с людьми, с которыми они работают. И, наверное, вот самое такое важное для меня, я просто сама волонтер Склифа, я помню, что когда я пришла в отделение первый раз, меня спросили, а зачем мне это? То есть, ну, у тебя есть время, сейчас лето, это был июнь, ты сдала сессию, иди отдыхай, зачем ты приходишь волонтером? То есть не потому, что были против, просто так с улыбкой спрашивали, зачем, пока есть время, иди отдохни. И вот сейчас уже в отделениях, потому что появилась культура, не спрашивают первокурсника или школьника, а зачем тебе это? Потому что понимают, что значит вот это волонтерское движение внутри больницы. И вот этот опыт, он стал передаваться другим больницам, поликлиникам, да, и сегодня это более 50 учреждений, в которых культура волонтерства есть. Причем, что важно, если 14-15 год это только студенты-медики, 16-17 это уже дети, будущие медики, да, и кто-то из них не принял решение поступать в медицинский, и это положительная сторона профориентации, потому что, ну, действительно, не всегда ты можешь сделать правильный выбор, да, в 10-11 классе. А сейчас это люди без медицинского образования, которые, проходя подготовку, становятся волонтерами больниц. Да, их немного, и действительно, это, наверное, такое истинное волонтерство, потому что оно для них непрофессиональное. То есть если студенту-медику, в принципе, ну, можно объяснить, зачем ему дополнительно получать знания и навыки, это логично, то для обычного человека, зачем ему становиться волонтером медицинского учреждения, в принципе, это такой вот внутренне душевный очень сильный какой-то порыв, ну, потому что это сложно, во многом сложно, и профессионально ему точно это не необходимо. Но дело в том, что у вас ведь, ну, с одной стороны, идет помощь людям, то есть туда идут люди с большим сердцем, но, с другой стороны, от этого волонтерства человек тоже может получить многое. Например, я знаю много случаев, когда я видел маленькая девочка, школьница или вот выпускница, она видела ее на мероприятиях, она стесняется, ничего не может, а потом через год она настолько поднималась, они уже лекции читают сами. То есть человек, когда к вам приходит, он от этого вот, да, приобретает. Приобретает навыки какие-то, да, и знания еще. Много примеров, я думаю, что у каждого человека внутренний такой пример в себе есть, просто где-то это очень видно, вот как раз Иван говорит про, наверное, даже понимаю про кого, потому что есть очень яркий пример у нас, очень скромной девушки-волонтера, она действительно пришла к нам на первом курсе, и сейчас этот волонтер-медик уже, даже не врач-ординатор, а врач одной из московских больниц, и собирает большие аудитории, рассказывает действительно про профилактику, работает с детьми, с трудовыми коллективами, потому что раскрылось, потому что, ну, конечно, волонтерство – это в том числе и навыки ораторского мастерства, но только не через там тренинги, да, и мастер-классы, а в первую очередь через общение просто с очень большим кругом людей, и, наверное, через какое-то время вот точка роста для волонтера – это стать тим-лидером, координатором, то есть вокруг себя уже собирать людей и, например, готовить их для чего-то более крупного, да, то есть все-таки ты уже несешь ответственность еще из-за таких, как ты, да, на какую-то группу аудиторию, и, в общем-то, наверное, все, кто, неважно, в медицинском учреждении – это же тоже не зона комфорта, ты с очень разными людьми общаешься, и с профессионалами, да, профессии, и с пациентами, у всех разные характеры, все очень разные люди с разными вкусами, да, и здесь вот очень такая внутренняя школа такой, наверное, скорее жизни. Я сама волонтер с Клифа, а потом была волонтером хосписа. Все-таки очень вот здесь контраст учреждений разный, и вот, ну, если про хосписы говорить, я считаю, что это вообще такое внутреннее переосмысление очень многих вопросов, то есть ты совершенно по-другому потом вот выходишь на улицу, просто смотришь на улицу, на природу, на людей, с которыми ты общаешься, и очень учишься вообще слушать, слушать людей, понимать, как-то вот на многие вопросы смотришь по-другому, то есть волонтерство, в принципе, в жизни, мне кажется, оно у каждого должно какую-то роль занимать, просто кто-то в это полностью погружается, кто-то все-таки, да, там, ну, условно, раз в год ездит поздравлять детей с праздником, но это ведь тоже волонтерство, мы просто, наверное, до 14-го года это слово, оно не очень звучало как-то, вот волонтерство, оно после Олимпиады Сочи приобрело такую очень шумную компанию, но, в принципе, всегда же, и в истории России всегда были волонтеры, просто тут важно понимать, что для нас волонтерство, наверное, это все-таки всегда быть готовым кому-то помочь, если понимаешь, что ты можешь помочь, вот, для этого не всегда нужно куда-то ехать, что-то специально делать и обучаться, в принципе, это и про то неосознанное волонтерство, которое, может быть, в семье, да, на улице, если кому-то плохо станет, и вот здесь как раз, почему, мне кажется, медицинское волонтерство, оно действительно про каждого, Особенно в пандемии это чувствуется, да, 14-й год студенты-медики, сегодня все, кто хочет, может к нам прийти и стать волонтером. У нас 6 ключевых направлений, и все направления, они связаны с нашей жизнью. Помощь в медицинских учреждениях, понятно, потому что забота, внимание, и все мы можем, да, когда-то в жизни попасть в больницу, и приятно, когда кто-то помимо медиков может с нами поговорить, а у кого-то такой возможности, да, когда близкие рядом просто нету. И очень важно, когда есть человек рядом, да, потому что человеку нужен человек, то есть это просто про жизнь. А профилактика это про пандемию, да, и в принципе вот маски, да, всегда бы хорошо носить маску, если, например, чувствуешь, что ты простужен, да, вот ты выходишь на улицу, одень маску. А почему-то только сейчас люди об этом задумались, и, к сожалению, не все, хотя уже сейчас бы пора, да, год прости. Ну, вообще-то, если ты простужен, лучше не выходить на улицу. Тем более, но все-таки у нас-то мы всегда, да, за победу, поэтому профилактика это тоже очень про жизнь, но мы чуть-чуть больше, чем про какие-то базовые, да, знания. То есть, конечно, здорово, когда люди знакомятся, ну, например, с профилактикой социально значимых заболеваний на каких-то мероприятиях, которые не связаны с профилактикой. То есть, это, ну, такой хитрый ход, да, например, на каком-то городском мероприятии, там, книжная ярмарка, а есть плюс еще какой-то тренинг по профилактике, но именно тренинг или игра, или занятие. То есть, какой-то вкусный формат, который интересен, потому что, конечно, все от лекции устали, кому интересно, сами посмотрят, найдут, но просто так люди на лекцию не придут. Ну, вот я помню, я тоже принимал участие в мероприятиях, в которых и вы участвовали, ваша всегда вот демонстрационная зона, если ее так назвать, демонстрационная, на самом деле она не только демонстрационная, а там она и обучающая, и просвещающая, да, потому что там видишь, как оказать первую медицинскую помощь, например, как делать искусственное дыхание, там много-много полезного, и это все в действии. То есть, там у вас всегда присутствует макет, вот «Добро в село», по-моему, проект был, да? Агентин из больших проектов. Мы просто считаем, что информация, она должна быть, вот, ну, мне нравится слово «вкусный». Вкусный, всем понятно, вот слово «вкус», когда ты смотришь и понимаешь, что ты хочешь попробовать, да? Если говорить про первую помощь и оказание первой помощи, ну, к сожалению, и сама знаю, на своем примере сталкивалась, когда идешь, видишь в метро паника, да, в первую очередь паника. Второй вопрос, как вызвать скорую помощь, и люди не знают, как ее вызвать. То есть, есть какие-то базовые вещи, даже не связанные, там, с сердечно-легочной реанимацией, да, то есть, это вообще здорово, если люди владеют какими-то навыками, но самый простой навык и нужно – это вызвать скорую помощь, да? И когда в трубку начинается, опять же, паника диспетчеру, тоже ничего полезного из этого нет, а время идет, да, и, к сожалению, это время, оно, ну, в данном случае, непозволительно его терять. И одно из направлений – это обучение первой помощи, но обучение, понятно, даже, там, не в качестве инструктора, хотя мы можем и в качестве инструктора людей обучать, потому что наша организация имеет лицензию на образовательную деятельность. Но мы скорее о том, что самое важное людям, вот просто, опять же, на таких же мероприятиях, не связанных с медициной, да, например, книжный ярмарк или там какой-то кинопоказ или еще что-то, мы сейчас стараемся через городские мероприятия, вот, интегрировать какой-то такой полезный компонент. Это медицинское волонтерство, потому что те, кто проводит эти мастер-классы – это волонтеры, обученные волонтеры, но они это делают, потому что понимают значимость своего действия абсолютно по инициативе, да, а не как привлеченные, там, спикеры, лекторы, потому что их, там, трудоустроили на это мероприятие. То есть это волонтерство, но при этом и вовлекают людей в волонтерство научить себя прийти, возможно, потом уже на профильное обучение, да, и знать действительно, как оказывать первую помощь. Опять же, не обязательно в роли инструктора, но в роли человека, который уже не растеряется, да, будучи где-то на улице, в метро или в каком-то общественном, да, месте. То есть вот это очень важно, это одно из направлений, как раз первая помощь, донорское движение, ведь тоже многие думают, что если, там, по состоянию здоровья я не могу сдавать кровь, значит, я никак не могу быть связан с донорским движением, но ведь это не так. Кстати, я тоже так считаю. Можно рассказывать об этом, можно выступать как раз волонтером, спикером, да, по темам очень разные, ведь донорское движение вообще очень интересное создание донорства, да, история донорства, истории доноров, которые сдают кровь, да, в Москве очень много. В средствах массовой информации и на федеральных каналах очень много призывов. В метро, говорят, постоянно, тот, кто перебарил. Сейчас надо зазывать, зазывать. Кстати говоря, вот, на секундочку назад вернусь, действительно помогают ваши лекции, потому что буквально в прошлом году я шел по улице, человеку стало плохо, я без паники наслушался ваших лекций, позвонил, вызвал скорую помощь, помог человеку, это действует. А то есть самые элементарные такие вещи, вот я приведу пример, по-моему, в прошлом году Светлана Николаевна Браун, это начальник департамента по СМИ, управления по связи с общественностью, министерства здравоохранения города Москвы, вот, она меня пригласила в проект, это подготовка видео, коротеньких видео, там, до минуты, где, ну, там, максимум полторы минуты, чтобы можно было вот такие просветительские, да, вот, то есть волонтер-медик под присмотром врача-специалиста замеряет давление артериальное, вот, и после вот этого видео очень хорошо усваиваешь, какое должно быть, какая норма давления, какое нормальное сердечное сокращение должно быть, и там, самое главное, прозвучал призыв из уст именно вот этого молодого человека, волонтера-медика, что равный-равному, но он обращается, у каждого из вас есть родные и близкие, есть пожилые люди, а вот все, что связано с гипертонией, это вот фактор риска, который как раз вот здесь надо проявить вот такое профессиональное, наверное, внимание, хотя бы начать со своих близких, с бабушки, с родителей, с соседки, у которой там, например, нету рядом с каких-то там своих близких родственников, да, чтобы минимум там два раза или три раза проверять артериальное давление и следить за ним, да? Еще хорошо бы на диспенсеризацию ходить раз в год хотя бы, то есть, ну, тут много вот этих вот таких правильных смысловых, да, моментов, которые можно передавать, но только нужно, чтобы информация была очень краткой, понятной, доступной и, наверное, вот интересной, ну, вот в каком-то либо формате она должна быть равной-равной, очень нам близок этот формат, потому что все-таки даже, когда студент в школу приходит, уже немного по-другому воспринимается, поэтому мы формируем школьные отряды внутри школы волонтеров-медиков. И на своем языке рассказывают. Старшеклассники своим же ребятам в школе, да, рассказывают, проводят разные, там, интерактивы, да, там, ну, вот опять же, наверное, про курение плохо говорить нет, да, плохо проводить это с посылом, что это плохо, то есть мы вот любим скорее дать вопрос, да, объяснить, разъяснить и дать возможность подумать, например, потом устроить дебаты. И ребята сами в любом случае принимают решение, тут даже если нет, скажешь, они все равно сами его примут, да, но здесь мы станем частью все-таки их команды, и мы с ними дальше останемся в дружбе, да, и восприятие к нам, оно все-таки другое. И вот здесь вот, ну, школьные отряды очень, вот, нравится нам этот формат, потому что сейчас уже 110 школ Москвы, они отряды созданы, работают, и они сами в дни, там, ВОЗ, в дни здоровья, да, в дни Всемирной Организации Здравоохранения проводят мероприятия, причем сами пишут, давайте, а что мы будем делать вот в эти дни. Это же здорово, то есть это идет снизу, мотивация, мы понимаем, что, значит, это работает. То есть здесь вот обратная связь очень важна, так скажем, зашло, не зашло. Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж-ТВ, в эфире программа «Рай, истинный, ложный», это доверительный разговор о проблемах зависимости, я и ведущий Александр Простокишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай, истинный, ложный», начиная с 2012 года, а их сегодня уже более 350, можно найти в архиве на сайте Радио Радонеж в разделе рубрики «Рай, истинный, ложный», а видео-версии в YouTube «Радонеж-ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». И я еще напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radrillsobaka.yandex.ru или на короткий смс номер 5522. Вначале латинскими буквами укажите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы говорим о волонтерах, волонтерах-медиках. Вот, и сегодня у нас два эксперта, притом один эксперт в качестве соведущего. Вам слово «соведущий». Дарья, этот год особый. Он встретил нас вирусом. И в короткие сроки надо было что-то с этим делать, в том числе и вам. Наверное, даже особенно вам. Расскажи, пожалуйста, как вы с этим справились? Как вы смогли найти себе силы, время, в короткие сроки организовать процесс? И как это происходило все? И желательно на примерах. Особенности, с чем пришлось столкнуться? Что новое? Это же человечество никогда с этим не сталкивается. Ну да, это неожиданное явление такое. Было сложно, и сейчас сложно, потому что все-таки пандемия у нас не закончилась. И те, кто, да, помогают, ну так скажем, на передовой, но передовая очень много где, да, и это не только медицинские организации. Если говорить про весну, то, в принципе, просто было опасно выходить на улицу, да, и не зря всех просили оставаться дома, но при этом волонтеры оставались на улицах, в медицинских учреждениях, в социальных учреждениях. И, наверное, вот самое сложное было, ну, с одной стороны, первое, мобилизовать всех, но мобилизовать не в плане привлечь людей, потому что, если говорить о том, хотели ли люди помогать, хотели, хотят, и очень много звонков, писем. Люди приходили прямо, зная адрес нашего офиса, подготовительных штабов, их было 11 в Москве, где готовили, брифовали, да, волонтеров разных направлений. Ключевые направления – это адресная помощь и помощь в медицинских учреждениях, где мы ждали людей разных, то есть не только медиков, но, конечно, в первую очередь пришли медики, студенты. И вот здесь важно сказать про безопасную именно идею помощи, то есть проблем с тем, что людей не хватало, не было, потому что очень многие захотели быть полезными, наверное, даже иногда не задумываясь о том, насколько это для них безопасно. Вот здесь очень важно, ведь если, условно, ты живешь с пожилым человеком дома, но хочешь быть волонтером в медицинском учреждении, это, да, небезопасно для тебя и для твоего близкого. И вот здесь вот мы столкнулись с тем, что не всегда люди, приходя к нам, задумывались об этом. И мы, наверное, первый раз в жизни столкнулись с тем, что мы говорили нет, хотя мы, как волонтерская организация, всегда находим потребность на возможность, да, и мы просто, ну, это в силу нашей культуры, мы не можем не найти помощь, да, куда мы направляем человека, если он готов оказать эту помощь. А здесь мы говорили нет и просили оставаться дома. Это сразу две категории люди до 18 дети, да, и те, кто 50 плюс, то есть серебряные добровольцы, юные добровольцы. Но, тем не менее, от 18 до 50 все равно приходили люди с хроническими заболеваниями. Понятно, что мы не могли всех проверить, но на первой встрече с волонтерами, которые пришли, да, там, желая, например, помогать в медицинском учреждении, мы озвучивали эти риски и спрашивали их, чтобы они, в первую очередь, подумали сами за себя, нет ли у них близких дома, да, в категории риска, нет ли у них хронических заболеваний, да. И вот, наверное, ну, все равно это личная осознанность, то есть понятно, что кто-то мог внутренне сказать, ладно, у меня есть, но я пойду. Но это уже его личная осознанность, и поэтому сказать, что максимально всех ограничить вот от этих вот возможных рисков, ну, конечно, мы не могли. Но выстроить плановую работу, и, например, как вот рекомендовал департамент здравоохранения, менять волонтеров, да, каждую неделю, то есть делать определенную ротацию. У них выходные или что это? Мы делали неделю, они помогают, две недели отдыхают. Это те, кто работает в красной зоне? Те, кто помогает в зеленых и в красных зонах, то есть здесь не важно, потому что, в принципе, медицинская организация, не важно красная и зеленая зона, все равно это риск, потому что они работают в медицинском учреждении, куда привозят, да, пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. То есть тут, в принципе, все были в опасности, да, если говорить про адресную помощь пожилым людям. И сначала вот, когда только началась работа по адресной помощи, мы думали, что мы будем только пожилым людям помогать. У нас так и называлась горячая линия, которая федеральная, да, и в Москве, конечно, она была тоже организована как региональная помощь пожилым людям в борьбе с коронавирусом. То есть это помощь в продуктах и в доставке лекарств. Но ведь потом люди, да, начинали заболевать не только пожилые, да, и беременные, и просто люди, да, трудового возраста. То есть все. Поэтому эта региональная линия горячая, она уже работала, в принципе, под каждый звонок, который был, да, нуждался в поддержке и помощи. То есть, опять же, волонтер, который идет к пожилому человеку, а потом уже к любому другому, кто нуждается, это же вопрос его подготовки, его, естественно, защите, да, выдачи средств индивидуальной защиты. Опять же, да, есть определенные рекомендации, сколько можно носить маску, да, каким образом одевать перчатки, делать покупку в магазине, передавать этот пакет, да, в плане контакта с человеком. Очень интересный момент психологический, который уже, ну, так скажем, появлялся, да, из опыта, когда, например, пожилой человек хочет как-то отблагодарить в самом добром смысле этого слова и дать, например, конфетку, шоколадку, да. То есть тоже вот какие-то скрипты, они появлялись уже в ходе работы. И тут, наверное, вот одна из сложностей, это просто быть всегда максимально, ну, так скажем, по-модному в теме, потому что если, ну, какие-то вещи опускать, которые возникают, да, и вызывают вопрос, а что делать. То есть у нас вот, ну, каждый вечер, каждый день заканчивался вечером именно сбором обратной связи от волонтеров, что нового, непривычного, чего не было прописано в скриптах, да, и в алгоритмах действий появлялось для того, чтобы на следующий день это уже было в этом алгоритме, и мы могли это использовать в работе. То есть это вот, ну, связано с адресной помощью. Если говорить про медицинские учреждения, наверное, здесь все-таки очень помог опыт шести лет до. У нас уже была, по крайней мере, вся нормативно-правовая база в плане, как сотрудничать с медорганизацией, да, что это заключается договор. Есть согласие на безвозмездное оказание услуг между волонтером и нашей организацией. Вот здесь многие больницы поняли роль именно волонтерской организации, то есть, ну, на примере коммунарки. Мы до ковида с ними не сотрудничали, ну, и, собственно, они только-только, да, готовились к открытию. Очень многие люди стали звонить именно в саму больницу, и, соответственно, этот, ну, так скажем, пласт работы по коммуникации, он лег, ну, бы, на медицинское учреждение. Конечно, они были рады, что им очень многие готовы оказать помощь, но времени на то, чтобы еще и коммуницировать, в данном случае, скорее, проще было бы отказаться. И мы на себя взяли историю коммуникации, то есть, на нас просто переключили эту линию, и наш телефон давали. И нам звонили, говорили, мы хотим помогать в коммунарке. И мы понимали, что когда, например, там уже помощь не нужна была, потому что мы сформировали группу, и мы этих людей, которые готовы были помогать коммунарке, потому что коммунарка известная, понятно, что там очаг, но ведь много еще больниц, которые постепенно, да, перепрофилировались в период, и мы людям предлагали помощь в других учреждениях, объясняя, что там она нужнее сейчас. То есть здесь вот еще грамотная, так скажем, координация помощи, то есть не нужно в одно учреждение, да, стучаться, надо иметь понимание по всему городу, где что требуется, какие волонтеры. Ведь здесь тоже где-то нужны были медики в красную зону, где-то нужны были больше в зеленую зону и не медики, потому что тот ресурс медиков, который был, лучше направить туда, где они могут помогать знаниями своими. А, например, в зеленую зону, где нужна помощь, там на телефонные звонки отвечать, с бумагами работать, пациентов, например, в приемном отделении маршрутизировать, да, помогать именно в транспортировке. Ведь это могут делать, например, мужчины, не медики. То есть здесь вот тоже, так скажем, анализ тех сил, которые есть для того, чтобы максимально точно помочь больнице в том, в чем она нуждается. Гуманитарная помощь. Ведь очень такое тоже удивительное действие, что многие организации услугами готовы были помогать. То есть разные там фармкомпании, там история с горячими обедами, с продуктами, да, то есть тоже там... Для врачей обеды привозили. Да, 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 да. Хорошая история. Ну, на самом деле здесь очень много, то есть весной прямо вот загружали-загружали, хотели в больницы очень много поставок направлять, но, опять же, в те больницы, которые на слуху. И вот здесь очень важно было распределить на те учреждения, о которых даже не знали, что там есть перепрофилированное отделение, но не были. То есть вот такая, наверное, аналитическая часть работы у штаба тоже была. Ранее не... Ну, в таком объеме не работали мы. То есть понятно, что у нас всегда есть мониторинг от департамента здравоохранения. Здесь им большое спасибо, поскольку приятно знать реальные потребности. То есть не просто стучаться в больницу, говорить, может быть, мы вам нужны. Прямо запрос конкретно. Нам все-таки говорили, что вот хорошо бы сюда направить там группу 15 человек. Но в пандемию особенно важно это стало, поскольку и цифры увеличивались. И мы, конечно, стрессовали тоже. Ну, здесь открыто говорю, мне кажется, у всех психо-эмоциональное, внутреннее состояние было непонятное. И более того, у нас... Ну, вот у меня штаб около 20 координаторов был в пандемию. И практически все мы жили вдали от близких, поскольку у всех есть либо взрослые, либо дети. И, конечно, когда ты еще и близких не видишь, а это основная твоя, так скажем, внутренняя любовь и поддержка, опора, то, в общем-то, ну, и у тебя внутренне начинается, а ты должен быть самой спокойной, поскольку ты с волонтерами работаешь. То есть если уж ты будешь нервничать, то вокруг тебя будут все нервничать. А ты, наоборот, должен как-то вот давать эту энергию им, да. И поэтому вот такое очень самое сильное — это аналитическое мышление, это адаптировать просто себя под работу более быструю в подготовке. То есть если так мы волонтеров в больнице готовим в течение двух недель, это нормально, это планово, это так вот уверенно удобное время, комфортное, то так мы готовили за два дня. А каким? То есть это дольше по времени? Это что за экспресс-программа? Ну, хотя на войне, как говорится. Нет, здесь просто вопрос сбора документов один день, печать, второй день — это обучение. Ну, а так... Я хочу сказать, что я вот как в прошлом военный человек, у вас тут все как и со своим генеральным штабом и ускоренные курсы подготовки специалистов, потому что, ну вот, например, для танковых войск командиров танков готовили ускоренные курсы, также и летчиков готовили ускоренные курсы. Сейчас там 4-5 лет готовят офицеры, а раньше там полтора-два месяца и вперед на линию фронта. Вот, конечно, вот с таким напряжением это потрясающе. Ну, я как военный человек всегда спрашиваю, а сколько у вас сабель или штыков? Сколько у вас боевых единиц? — Если про Москву говорить, ну, более 5 тысяч волонтеров — это до пандемии. Почему? Потому что, во-первых, все медицинские вузы — это наши друзья, коллеги. И, естественно, студенты-медики — это университеты, это работа внутри университета через волонтерские центры. Мы понимаем, что это студенты, в первую очередь, университетов. И нам важно, зная, что они наши волонтеры, чтобы у них была в университете внутри поддержка. Поскольку вот сейчас, да, там, за научную деятельность есть определенные, да, там, плюсы, например, при поступлении. Вот мне было всегда непонятно, почему за волонтерство не приравнивают, что это выбор человека. — Хотя у него практики даже больше всего человека. — Кто-то наукой идет. Ну, здесь не в плане, кто сильнее и выше, просто это выбор. То есть человек идет либо наукой заниматься, либо, например, общественной деятельностью в медицине. А это в будущем, например, профилактика, да? — Ну, конечно, лучше взять такого специалиста, который уже там два года был, волонтером, он много знает и умеет, самое главное, умеет это делать со знанием дела, вот так. — Просто за, вот опять же, эти шесть лет, что очень радует, появилась мотивационная программа для студентов-медиков. Нас иногда спрашивают, слушайте, ну, волонтерство — это же от души, не за деньги, не за баллы, не за дипломы там, да? Я не согласна, если это студент-медик, не согласна в плане восприятия. Не нужно это воспринимать, что он идет волонтером за что-то. Я говорю про тех волонтеров, которые идут не за что-то, потому что когда за что-то, он не останется так много, так долго, и у него по итогу не будет вот этих преференций, потому что он просто уйдет через какое-то время. Да, там же тоже есть, ну, определенное количество волонтеров, часов и прочее. Но вот поддержать тех, кто давно в этом, кто действительно очень отдается этому делу, да, и тратит не меньше, чем на какую-то научную статью, да, то есть это просто другой профиль, другой фокус, другой выбор. И вот здесь приятно, что сейчас и преференции появились действительно за волонтерство в сфере охраны здоровья, учитывая, что студенты-медики — это очень занятые студенты, действительно у них мало времени на свободное время, на какие-то, да, увлечения дополнительно, поэтому если они выбирают волонтерское направление, то, в общем-то, это такое хорошее, осознанное их становление себя в профессии как специалиста. Поэтому очень правильно, что в том числе и при поступлении у них это есть как индивидуальное достижение сейчас. То есть это такая правильная история. Во многом это работа с университетами, в университетах Москвы, я сейчас говорю про все, то есть три университета, первый, второй, третий, плюс у нас еще факультет фундаментальной медицины, МГУ и Медицинский институт РУДН. То есть вот пять, так скажем, ячеек образовательных, которые готовят специалистов, да, в Москве. И очень важно было при мобилизации, мы абсолютно в синхронизации работаем с вузами, ведь знаем, что в апреле, да, была мобилизация студентов-медиков на практику, и вот многие не знают и путают, что студенты-практиканты — это и есть волонтеры. Нет, они большие молодцы, студенты-практиканты — это те, кто, в общем-то, весь пул, да, закрыл такой практический в рамках производственной практики, но это другая категория. А я скорее про тех ребят, которые вышли с 23 марта уже сначала в коммунарку, а дальше поэтапно в те учреждения, которые перепрофилированы были, а это месяц до общей мобилизации по практической подготовке. И очень важно, что за этот месяц уже 500 людей были в полях из числа студентов-медиков, и было очень важно, чтобы эти люди остались в этих полях при мобилизации, иначе бы у нас студенты-медики вышли и пошли бы туда, куда их отправляют в вузы, и коллективы бы потеряли свои ресурсы в хорошем смысле, да, этого слова. И вузы здесь поддержали, и мы приказами внутри оформили волонтеров, которые уже в полях, как помогающих именно в статусе волонтера, а не студента-практиканта. Но при этом при закрытии всех, так скажем, своих практик и так далее в июне, они были абсолютно в тех же равных условиях. То есть вот кажется, да, вроде очень такая документальная работа, но она тоже в течение, да, пандемии проводилась. Удивительно, я даже над этим не задумывался, но вы для меня открываете это серьёзнейшая проблема, которая потрясающе здорово была решена. Даш, вот по итогу, волонтерство можно назвать призванием, или это что-то другое? Я бы сказала проще. Волонтерство — это про каждого из нас, и, наверное, во многом люди просто не задумываются о том, что они волонтеры. Слово «само волонтер», оно как-то вот стало таким близким для нас вот сейчас, наверное, да. Да, там после Олимпиады Сочи вот слово «волонтер» тоже стало звучать таким больше информационным, скорее, шумом. Но вот я, например, в волонтерскую организацию пришла в 2013 году, и когда я поняла, чем она занимается, и кем, собственно, называются волонтеры, я поняла, что я этим занималась, ну, не всю жизнь, но детство, школа, и всегда мы помогали, а помогать, собственно, это и быть волонтером. То есть помогать можно и в семье, то есть если ты уже помогаешь где-то, что-то без себя делается. Тут скорее вопрос осознанности. То есть неосознанное волонтерство — это вечером, например, помыть посуду за близкого, если он очень устал после работы. Вот интересная мысль. Да, условно. Это вот неосознанно. Видишь, что кому-то тяжело, например, там тележку поднять, да, там, по лестнице, и ты, не зная человека, предложил ему помощь, взял тележку и поднял наверх. И, кстати, я вот сама заметила, что я всегда говорю спасибо, даже если не слышат это спасибо, когда мне в метро дверь держат, потому что это, ну, в общем-то, сейчас редкость. То есть обычно держишь вот эту, как девушка, вот эту дверь, и очень сложно, когда тебе её держат перед тобой, причём не всегда мужчины иногда и, да, и женщины, просто чтобы она не ударила тебя. В общем-то, мне кажется, это тоже, в общем-то, ну, как сказать, это отзывчивость к окружающему просто миру и людям, которые вокруг тебя. Волонтёрство ли это? Ну, на мой взгляд, да. Просто здесь скорее не нужно давать определение слову «волонтёр», хотя оно, конечно, есть, да, и есть там разные слова про безвозмездное и так далее. Я воспринимаю это слово просто как такой, ну, стиль жизни, то есть отношение к жизни. Вот это я и хотел услышать. А я хочу добавить, вот правильно Дарья говорит, и, скорее всего, вот без этого, о чём она сказала, волонтёром ты не будешь и не станешь. Вот, да. Вот, вот, вот. Если ты не будешь относиться к людям так. Да, ну, то есть относиться с добром, любить с любовью, как говорит нам Евангелие. Да, и тут всё. Да, поэтому вот православный человек, в принципе, это человек потенциальный волонтёр. Любой истинно православный человек, который стремится жить по заповедям Божьим, он может стать в любое время полезным, если вольётся в ряды вот таких организаций, волонтёров, потому что всё-таки как организация она должна быть, потому что вот Даша сегодня раскрыла такие моменты, о которых я даже не задумывался, а там действительно сложнейшая логистика. Там надо было чётко распределить и понять, куда какие потоки направить, где, на каком этапе, чему обучить, как обучить. То есть, ну, просто вот аплодисменты вам. Молодцы, честно, вот я потрясён. Я готовился к сегодняшней передаче, но не ожидал, что вот для меня будут раскрыты вот такие моменты. Я на ними даже не задумывался. Давайте поговорим о донорстве крови. То есть, сейчас очень много и в средствах массовой информации, и на транспорте объявлений звучит. Зачем, в связи с чем, что произошло? Почему вообще людям надо сдавать кровь? И можно, кстати, объяснить это. И кто может сдавать кровь? Ну, во-первых, здесь важно сказать, что, да, донором можно сдать кровью, компонентов крови. Да, и вот сейчас донорство плазмы особенно актуально, потому что речь идёт про, да, помощь людям, которые, ну, могут заболеть, да, и которые болеют. Я бы здесь отметила, что в донорском движении очень важны, опять же, разные мы и те, кто может сдавать кровь. Но, опять же, мы можем думать, что мы можем сдавать кровь, но обязательно, когда мы приходим на донорскую, например, акцию на донацию, да, сначала мы идём к терапевту, специалисту, который посмотрит и оценит, можем ли мы сдавать кровь. Потому что, в общем-то, ну, большое количество людей получают отвод, думая, что они могут быть донорами. Но также те, кто знают, что они не могут стать донорами, например, если у них есть, там, хронические заболевания, да, например, если они имеют, там, маленький вес, да, если они, ну, например, взрослого возраста и врач не рекомендует, да, или если тебе нет 18 лет, потому что ты ещё несовершеннолетний, ты всё равно можешь быть в донорском движении и рассказывать про это. Поэтому вот когда к нам обращаются и спрашивают, зачем вы в школах рассказываете о донорстве, я считаю, что это очень интересно, и когда ты приходишь потом в университет и знаешь, что тебе интересно найти донорское движение, чтобы стать донором, а если его нет, то ты станешь инициатором этого донорского движения, то это вот как раз о правильных смыслах, которые в процессе, ну, не воспитания, но узнавания информации и такого внутреннего анализа, что это важная для тебя информация, хоть и, да, там, в возрасте старших классов, то, в общем-то, это очень такой положительный эффект, да, от занятий с ребятами. Поэтому касательно того, кто может стать донором, да, в принципе, каждый из нас, то есть, ну, тут если нету каких-то вот конкретных, да, хронических заболеваний, которые, ну, просто имея которые, это вредно, но я бы все-таки сказала, что в любом случае нужно прийти, да, пройти обследование, а это все в день донации, то есть здесь удобно, что ты за, условно, там, 15-20 минут, да, можешь получить рекомендацию и понимание, полезно тебе или вредно это делать. Если говорить про нашу организацию, мы специально, вот, ну, например, если трудовой коллектив хочет сдать кровь, мы им говорим, подождите, мы сначала к вам приедем, расскажем вам о том, что такое донорство, как это все проходит, немножечко про, там, историю, про компоненты, да, чтобы у вас было сначала осознанное понимание, что это, а потом уже вы станете донорами. То вот здесь как раз про корпоративную культуру, то есть хорошо бы, чтобы в организациях трудовых каких-то коллективах, компаниях, неважно каких, да, профилей, чтобы сначала был компонент образовательный. Но если все-таки это не получается сделать, то мы делаем такую вот энерготочку на базе, ну, например, медицинского учреждения, где проходит сама донация. То есть человек, условно, сидит в очереди, ждет, там, обследование у терапевта, да, прием, а параллельно может пока пройти, сыграть викторину, например, и узнать какие-то вещи, о которых он ранее, там, ну, не задумывался вообще, да, и получить какой-то приз. То есть, опять же, где можно сдать кровь, да, есть медицинские организации, которые планово и ежедневно, да, принимают донации. Есть разовые акции, вот, наши, например, да, когда мы, ну, у нас есть прям план у нашей волонтерской организации, когда вместе с нами это можно сдать, пройдя регистрацию, и как волонтер сдать кровь. То есть вся информация здесь есть, ну, на информационных источниках, кто не владеет компьютером, может позвонить к нам в офис, мы, соответственно, по телефону проконсультируем. То есть здесь достаточно удобно получить информацию от нас. Да, кстати, у вас сайт очень хороший, там все прям описано, и найти его легко, просто волонтеры-медики вписать, и первое, что интернет выдаст, это сайт, на котором можно вот все посмотреть. Ну, вот я приглашаю всех наших радиослушателей и зрителей Радонеж-ТВ ознакомиться вот с этой информацией, просто набрать волонтера-медики. И все, там очень подробно все описано. А мы уже, как с Иваном договорились, будем делать коротенькие такие рубрики, которые будут включаться в нашу передачу, а как раз это будет такое просветительское направление о волонтерах-медиках, там, где мы будем рассказывать о интересных поучительных историях, плюс будет содержаться полезная информация, которая, ну, не хочется говорить еще раз, полезна будет, но надо сказать, что она будет полезна в вашей семье. Наверное, вот так. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа. На следующий день в повторе в 16 часов и следующий повтор в субботу в 9 часов утра. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что мы сегодня говорили о волонтерах-медиках. И у нас принимали участие в передаче руководитель Московского регионального отделения Всероссийского движения волонтеров-медиков Дарья Александровна Белимова. И мой помощник с ведущей программы Иван Простокишин, специальный корреспондент радио Радонеж и член молодежного совета при департаменте здравоохранения города Москвы. Большое вам спасибо, что вы откликнулись, пришли сюда и приняли участие в нашей передаче. Вел передачу я, ведущий цикла просветительской передачи «Беречь детей от зависимости» Александр Простокишин. Прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания. Зачем забывать Про ошибки других Цветные мечты Провожать на перроне А лучше ценить Каждый прожитый миг Простому дождю Подставляя ладони Скажи навсегда Всем наркотикам нет Зависим не будь От ненужных пристрастий Сумеешь детей Уберечь ты от бед А сердце открой Ты для веры и счастья Новый день Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань сильней Делами, встречами Друзьями Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань сильней Делами Делами Встречами Друзьями Делами 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 Наполняешь Наполняешь слова Когда Смысла Нет И один Во вселенной Вокруг Оглянись И поверив В себя Поймешь Поймешь То, что Жизнь Человека Бесценна Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань Стань сильней Делами Встречами Друзьями Новый день Подарок Если мир Твой ярок Стань сильней Делами Встречами Друзьями Делами Встречами Друзьями Делами Твой Дле Продолжение следует...